Большое спасибо за приглашение меня на участие в этой встрече. Мы собираемся поговорить о том, какие скрининговые тесты могут быть наилучшими в области скрининга Штадакшики-матки. Утром мы уже слышали, что между исходным инфицированием HPV, ВПЧ в подростковом возрасте и развитием рака Штадакшики-матки может пройти много времени, до трех десятилетий. И это оставляет на время для того, чтобы найти предтаковые изменения и применить терапию. И эта задача скрининга на рак Штадакшики-матки, скрининг на самом деле приводит к снижению чистоты и смертности. И сейчас мы знаем, что женщины в возрасте от 25 лет до 65 лет получают наибольшее преимущество от скрининга. Итак, каковы же данные, которые лежат в основании использования цитологического метода при ВПЧ? Это называется тест Папа Николаева. Это тест, который позволяет выявить аномальные клетки в шейке матки. Существует два типа цитологических тестов. Один из них традиционный на стекле, и второй из них — это жидкостная цитология. Тестирование на ВПЧ признано выявить инфицирование в ВПЧ. Существует много тестов на ВПЧ. И когда тест положительный, это означает, что присутствует ВПЧ-инфекция. И в этом случае необходимо выявить в основном с помощью цитологического теста женщину, у которой уже есть изменения. И если мы выявляем изменения, то необходимо их подтвердить с помощью цитологического исследования и биопсии, и при необходимости применить терапевтические методы. И для начала хотелось бы посмотреть на цитологические тесты. Образец-образец с помощью шпателя. Затем он фиксируется на стекле. Или смывается в емкость во флакон. Здесь мы видели стандартный мазок. И следы, которые получаются из образца для жидкостной цитологии. Как вы видите, жидкостная цитология. Ее проще оценить при пересмотре. Проще проверить диагноз. И если вы работаете с стеклами, то пересматривать стекла при референсе. Патолог должен уметь работать со стеклами. И это позволяет выявить при ракове изменений, может быть, использоваться при тестировании на ВПЧ. Тест на ВПЧ. Образец можно забрать. Может быть, забран врачом или медицинской строй. И, что важно, может быть, забран самой женщиной. И большинство тестов в данный момент требует лабораторной поддержки. Интересно, что вы получаете объективный результат HPV-теста, ВПЧ-теста. Есть или нет инфекции? Существует определенный потенциал забора образцов самостоятельно. Тем не менее, в этом случае есть трудности с транспортировкой хранения материала. Есть ли какие-то преимущества тестирования на инфицирование в ВПЧ по сравнению с тестом на Папа Николао? Тест на инфицирование в ВПЧ позволяет добиться более надежной защиты от инвазированного рака шеки матки на эффективность больше на 60-70%. Для каждого тысячи женщин, которые прошли скрининг, примерно до 20, будут выявляться предраковые изменения. Если вы выполняете тест по Папу Николао у этих женщин, то вы правильно идентифицируете изменения у В-12 и пропустите их до 8. Если вы выполните тест на ВПЧ, то вы правильно выявляете изменения у В-16 и пропустите только 4 случая. Это связано с тем, что чувствительность однократного теста Папа Николао не очень высока, в то время как чувствительность однократного теста на инфицирование в ВПЧ близка к 94%. Другие преимущества тестирования на ВПЧ связаны с тем, что здесь требуется менее частый скрининг, потому что у него наблюдается более низкая частота положительных результатов от 3 до 30%. И как мы раньше видели, мы видим, что женщины, у которых есть негативные тесты, у них очень низкий риктор развития предраковых изменений в течение 3-5 лет. Также мы видим значительно более низкую частоту аденокарцинома, которая часто развивается в нижней части шейки матки. В этом случае такие изменения могут быть не обнаружены при обычном цитологическом скрининге. И, наконец, тестирование на ВПЧ дает возможность самостоятельного забора материала. И это очень важно в тех популярствах, которые сейчас не охвачены скринингом. Как принять решение? Какой тест использовать? Естественно, можно использовать гибридный подход. Сразу два теста. Можно использовать также тест, который позволяет оценить присутствие основных онкогенных серотипов вируса. Добро показано, что женщины в возрасте старше 18, у них больше риск выявления предраковых изменений, если у них есть ВПЧ 16 типа, по сравнению с ВПЧ другого типа. Поэтому в этом случае скрининг на данный тип вируса позволяет создать более эффективную программу скрининга и сделать эту программу более доступной. Каковы различия между протоколами для скрининга на ракши и кематке? Когда начинать? Если вы используете тест Папа Николаеву, то все сошлись на том моменте, что надо начинать ее выполнение в возрасте 25 лет. Но мы можем это обсудить позже, потому что ракши и кематке крайне редко встречается у женщины моложе 35 лет. Тест на ВПЧ не рекомендуется до возраста 25 лет, потому что в этом возрасте все женщины инфицированы в ВПЧ. Потому что они сексуально активны. Это не означает, что у них сохранится персистирующая ВПЧ инфекция и впоследствии развиваются ракши и кематки. Поэтому, вероятно, возраст начала соответствует 30-35 годам, когда остановится с тестированием. То есть, по Папу Николаеву, можно остановить в возрасте 65 лет, если не обнаружены изменения за период с 25 до 35 лет. Необходимо рассмотреть скрининг в рамках специфической программы, определенной программы для детей с иммунодефицитом. Также, если ранее выявлялись в раковые изменения, и в ближайшее время будут определяться показания для скрининга у женщин, которые получили вакцинацию против ВПЧ. На этом слайде показывается, что женщины в Англии в возрасте от 20 до 64 лет ежегодный скрининг позволил обеспечить все более эффективную защиту от рака, шеки матки. Результаты практически такие же, как при более частном скрининге, но, естественно, расходы меньше. Те же результаты были получены для трехлетнего интервала. Поэтому я думаю, что в данный момент все соглашаются с тем, что при социологическом исследовании нужно рассматривать трехлетний интервал. Как уже сказано было раньше, тест на ВПЧ нужно применять каждые 3-5 лет. Каковы преимущества самостоятельного забора образцов? Было показано, что результаты в определении притраковых изменений такие же, как если бы применялось с забором материала в клинике. И теперь это используют как основной способ забора материала в программе скрининга национального уровня. Это позволяет скринингу снизить рабочую нагрузку на медицинский персонал. Это очень важно. И также этот метод снижает стоимость скрининга. И, наконец, он позволяет устранить некоторые барьеры к скринингу в популяциях, которые в малой степени затронуты скринингом. Потому что в данном случае у них нет часть психологических проблем у некоторых женщин. И, наконец, скрининг может быть недостаточным условием для превращения рака шики-матки. А это наша финальная задача, основная задача. И на этом слайде мы видим, что после 20 лет, после внедрения, через 20 лет, после внедрения организованного скрининга в Англии, частота снизилась на 24%. В то время как охват скрининга увеличился на 64%. И видно, что за последние 15 лет мы достигли плату. Это означает, что сам по себе скрининг не помогает предотвратить новые случаи. И это демонстрирует, что нам необходимо теперь использовать вакцинацию для того, чтобы по-настоящему избавиться от рака шики-матки в целом популяции. И это будет мой последний слайд. Скрининг позволяет предракшики-матки снизить число случаев и смертности. Скрининг с помощью тестированного ПЧ может начинать у людей, у женщин после 130 лет. Он должен выполняться с интервалом в 3-5 лет. Он позволяет выявлять предраковые изменения чаще, чем цитология. Если вы используете самостоятельный забор образцов, он работает очень хорошо и позволяет снизить рабочую нагрузку на персонал клиник. Это важно. Но для теста на ВПЧ необходимо найти подходящие процедуры. Можно использовать логические исследования, если эта структура хорошо развита, то они также могут применяться для скрининга. и, наконец, предотвращение профилактики ракшики-маркета недостаточно. Необходимо добавить вакцинацию. Спасибо. Большое спасибо, доктор, за очень поучительную презентацию. Отлично структурировано. У нас есть вопросы. Пожалуйста, используйте микрофон, если возможно. Доброе утро. Спасибо за прекрасную презентацию. Она была очень интересная. Не могли бы Вы затронуть в подробностях того, каков алгоритм, который используется во Франции для скрининга? Мне на самом деле не нравится Ваш вопрос, потому что, да, я из Франции, но мне нечем гордиться в области нашей программы скрининга. К сожалению, до сих пор не организована должным образом. И в ближайшем будущем мы надеемся, что она будет организована лучше. Мы ставим себе задачу организовать ее за 5 лет. И она будет основана на цитологии. Мы ожидаем перехода на тесты в ВПЧ в течение периода в 5-10 лет. И, извините, но в данный момент это не очень интересная тема для обсуждения. Пожалуйста, Майк Карбин. Небольшое замечание о самостоятельном заборе образцов для тестов на ВПЧ необходимо использовать правильный метод ПЦР. До сих пор часто используется гибридный метод. Он не очень хорош для самостоятельно забранных образцов. И это связано с тем, что мы видим более низкую вирусную нагрузку при заборе образцов из вагинальной среды. И здесь требуется более эффективная амплификация копий гена в образце, чтобы достичь той же чувствительности при самостоятельном заборе образцов. Большое спасибо за комментарии. Большое спасибо за комментарии. И вы действительно один из лучших специалистов в мире в этой области. Здорово, что вы присутствовали в аудитории. Если у кого-то есть вопросы о ПЦР-тестировании, то Марк очень хороший человек для того, чтобы ответить на вопросы. Изабель, у меня есть один вопрос не только для Изабели, но и для всех докладчиков. Мне бы хотелось узнать, в каком состоянии ваши инициативы? Программа волосы иллюминации Ракшики-матки. Что вы будете делать в России, во Франции? В Финляндии уже действует такая программа. Ну, я имею в виду для таких стран, как Франция, где до сих пор нет программы скрининга и, к сожалению, вакцинация пока тоже не очень развита. В России ситуация по-настоящему критическая. Опять-таки, к сожалению, потому что мы видим, что частота Ракшики-матки увеличивается, они снижаются, как случаются в большинстве стран Европы и даже странах с низким уровнем дохода. Как вы можете прокомментировать? Я думаю, я буду говорить на английском, вопрос был в английском. Я думаю, что это крайне важный вопрос. Мы делаем вид в России, что у нас есть скрининг. Но это в некотором роде оппортунистический скрининг и плохой вариант. Мы много слышали, что скрининг необходим на всех стадиях, что необходимо обеспечение качества на всех стадиях. Но контроля качества в России скрининга просто не существует. Это первый момент. И второй момент стоит в том, что у нас цитологический скрининг был очень успешный 20 или 30 лет назад, потому что у нас были хорошие цитологи, хорошо образованные цитологи. А теперь мы столкнулись с настоящей проблемой, потому что цитологический скрининг мы не можем выполнять из-за того, что число цитологов в значительной степени снизилось в масштабах страны. Поэтому наш выбор в России, я думаю, что это тесты на ВПЧ в рамках программы скрининга. Но основной проблемой здесь опять-таки контроль качества при популяционном скрининге. Мы основываемся на рекомендациях ВОЗ и Международных ассоциаций онкологов. Я думаю, что нам надо идти в этом путем. Я сам по себе морфолог, я знаю ситуацию в цитологии. И покрытие скрининга очень небольшое. В первую очередь мы не знаем точно, какое покрытие. Но наше общее впечатление, что оно крайне-крайне незначительно. Спасибо. Я вижу здесь еще человек, который хотел бы что-то сказать. Я бы хотел задать еще один вопрос. Это очень важный шанс для всех стран. Потому что стратегия простая. Вакцинация двумя дозами вакцины и два типа скрининга на ВПЧ можно обеспечить минимум во всех странах. И это доступно, это возможно. Это не экономическая проблема. Только две дозы вакцины. Я знаю, что ВОЗ работает над тем, чтобы снизить стоимость вакцины. И на тем, чтобы снизить эту стоимость за счет внедрения новой компании. Новая компания валидируется для того, чтобы вступить в эту программу эллиминации ВПЧ. Еще два комментария. Несколько месяцев назад первые данные по реферогенальной лекарциномии были опубликованы. И компании, которые производят вакцины, получили расширение лицензии от FDA. Теперь они могут также вакцинироваться для профилактики реферогенальной лекарциномы. И также еще вопрос. Есть ли у вас тесты ко всем вариантам HPV16? Там есть различные кластеры. Они не разнообразны в разных популяциях. Есть ABCD-кластеры. И некоторые из них отличаются по своему клиническому поведению. Они не вызывают рака. Но надо сказать, что определенные субпопуляции очень агрессивны. HPVD по типу из 16 варианта очень агрессивны. И важно сказать, что секвенирование нервов следующего поколения позволяет эффективно выявить этот вариант. Доктор Рейли, хотите ли вы ответить на этот вопрос? Да, я должен сказать, что много исследований вариантов. И мы не знаем, что некоторые варианты более карсиногенные и быстрее вызывают изменения. Но, с моей точки зрения, это все равно, что пытаться выполнять стратификацию по не очень нужному критерию. По сути, HPVD 16 типа в любом случае будет в значительной степени гастрогенные. Не надо выполнять дополнительную стратификацию здесь. Не надо пытаться выявить отдельные подтипы в образцах. Но, соответственно, на этих случаях, я думаю, являемые образцы с очень низкой афтиногенностью, это влияет на специфичность теста. И также тестированные отличные подтипы становятся менее популярны в связи с тем, что вакцина предотвращает все подтипы. Если бы вакцина могла предотвратить только отдельные подтипы, это было бы важным вопросом, но вакцина предотвращает все. Поэтому это не очень важно. Что же, у нас есть последний вопрос перед кофе-брейком. У меня также есть такой вопрос. Как вы видите будущее программы по элиминации рака? Я обошаюсь благодаря комментариям профессора Заридзе. Мы видим реальную ситуацию. Но мы знаем, что в некоторых странах можно просто адаптировать политику и рекомендации ВОЗ. И вещи идут очень хорошо, но в некоторых случаях требуется больше времени. Необходимо убедить людей, которые определяют политику. А политику сейчас определяют практические врачи. И, например, в евразийских странах необходимо получить определенные свидетельства и данные. В этом случае организация исследований может помочь в значительной степени. И также важно про реализовывать программу. Мы видим, что существуют определенные лакуны, которые необходимо устранить в рамках реализации программы. И так мы видим, что можно сделать, как это можно сделать. Но мы понимаем, что это не одинаково эффективно для разных стран. Есть определенные сложности в родильных странах. Сохранение оборудования. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... В это время он собирается работать.